Театр боли и смерти, так называется исторический урок, который специалисты центральной библиотеки посвятили памяти жертв политических репрессий. На него были приглашены те, кого эти страшные события не обошли стороной. Татьяне Епифановой в девичестве Кузнецовой, когда ее отца Никиту Ивановича арестовали без суда и следствия, было около пяти лет. Поэтому она практически ничего не помнит. В их семье осталось на попечении матери четверо детей. Татьяна Никитовна говорит, что вернулся отец спустя семь лет. Его здоровье тогда уже было сильно подорвано. Более десяти миллионов человек стали жертвами политических репрессий в нашей стране. Это урок истории, который должно знать подрастающее поколение. Потому организаторы мероприятия Лариса Артюх и Елена Ефимова постарались подготовить для своих зрителей, студентов первого курса УГАТУ, как можно больше фактов. Как все начиналось, как это происходило, откуда корень репрессий, корень зла этого. И хотелось еще рассказать о репрессиях. Хотим рассказать о репрессиях в Башкортостане, как они проходили, сколько людей погибло. По данным правозащитного центра, в России в настоящее время живы около 800 тысяч пострадавших от политических репрессий. В это число входят и дети, оставшиеся без попечения родителей. Екатерина Соломатина, Александр Шевцов. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...